Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы с вами сейчас читали большое произведение высокого богословского и поэтического уровня. Произведение старинное, перевод с греческого языка. И, конечно, нам иногда кажется, что слишком большой текст, слишком сложный, слишком много ссылок на Священное Писание. Нужно ли это? Это трудно воспринимать даже человеку более-менее церковному. Но думаю, что все это говорит лишь о том, что наш с вами духовный и церковный уровень еще очень низок по сравнению с тем, что могло бы быть. По сравнению с тем, какой имели авторы этих замечательных богослужений. И что необходимость такого духовного и церковного роста, как бы такой длительной перспективы нам еще, быть может, нужно достигать. Во всяком случае, это говорит о том, как еще мало мы церковлены, какой уровень духовности у нас еще достаточно невысокий. И поэтому думаю, что это должно вызывать у нас не чувство огорчения и какой-то критики, а скорее чувство смирения и вот такое благоговение перед теми святыми, перед теми церковными служителями, созидающими наше церковное богослужение, которые создали это огромное богатство Церкви. Так что нам это скорее не для осуждения с нашей стороны, а для смирения. Еще связанно с этим, мне хотелось бы сказать еще вот о чем. Когда мы слышим этот канон, конечно, может возникнуть такое недоумение, почему Андрей Критский так много говорит о своих грехах, каких-то страшных, вот, каинный убийца произошел, там, каких-то блудниц произошел и так далее, и так далее. Я думаю, что, конечно, прежде всего надо сказать, что это, конечно, не было опытом его реальной жизни. Скорее, это то, что происходило в помыслах. И это, с одной стороны, нас утешает, что те помысы, которые у нас возникают и прочее, это не какой-то наш такой вот личный недостаток, наше какое-то страшное недостоинство. А то, что даже у такого человека, какого высокого уровня, вот все эти помысы, видите, все такое ощущение себя великим грешником, оно тоже было. И здесь, может быть, и другое недоумение, но почему же так он себя укоряет? Разве действительно он такой уж грешный человек? И раз действительно мы такие вот грешными? Наверняка, есть люди, которые более грешными, чем мы с вами. Думаю, что вот это такое соблазнительное помысел, очень рискованный, опасный, недостойный. Потому что, когда мы встречаем действительно людей, вот, ну, совершавших страшные преступления, все, я как раз на прошлой неделе был в колонии под Салихардом, это за Полярным кругом, для людей, которых бывает пожизненное лишение свободы. Некоторые люди там уже отбывают 15, 20, один человек, я лично знаю, 30 лет уже находится в заключении. И, конечно, когда мы думаем, что вот, ну, мы-то, наверное, лучше, чем они. Но, на самом деле, думаю, что вот это такой лукавый помысел, потому что, когда человек подумает не о том, чтобы себя сравнивать с другими людьми. Конечно, там есть тяжелый преступник, у которых за плечами там и по 3-4 трупа, а то и 8-7 убийств. И вот, тем не менее, все они, кто действительно совершили преступление, они не скрывают этого. Они говорят, да, я страшно грешный, невероятно грешный. И они радуются тому, что они обрели возможность узнать Бога, читать Евангелие. Некоторые даже говорят, это хорошо, что я оказался в тюрьме здесь, то бы что я делал на воле, грабил, убивал, вот и все. Конечно, когда мы себя сравним с такими людьми, может появиться такой помысел, но мы все-таки не такие грешные. Но здесь направление нашей мысли должно идти не так, а подумать о том, почему каждый человек себя ощущает самым грешным. Это не только Андрей Критский. Многие-многие святые ощущали себя самыми грешными. Что это такое лицемерие, какое-то излишнее умоление себя. Думаю, что совсем нет. Просто исходить надо не из того, сравнивая себя с другими, а из того, что мне было дано, другому человеку, что было дано, и какой мы принесли плод. Вот в этом случае, конечно, мы можем без всякого, так сказать, излишнего унижения сказать, да, я действительно самый грешный, потому что из того, что мне было дано, я принес очень мало. Плод мой совершенно ничтожный и жалкий. Потому что вот я вспоминаю тех людей, которых я исповедовал, причастил, 62 человека за эти вот там 5 дней, что я был. Многие пришли через такие трудные обстоятельства жизни. Один, ну, сравнительно молодой человек рассказывал мне, что вот он был в семье, где отец пьянствовал и все время избивал. Еще маленьким, там, 3-4 года, 5 лет и так далее. Когда ему было 7 лет, отец ушел из семьи, осталась мать. Мать, которая тоже пьянствовал, водила мужчин и так далее. Вот он вырос в такой обстановке. Моим, говорит, образованием был двор, где его уже 7 лет учили воровать и, так сказать, обманывать ребят, которые были по 17-18 лет. Понятно, вот, то, что он принес. И он вот так говорит, знаете, я понимаю, что я плохо совершил, плохо поступил, убил там 5 человек, все. Вот, ну, мне, ну, мне вот как-то их не очень жалко пока, не себя жалко. Вот, понимаете, вот такое вот состояние человека, который прошел такое чудовищное детство. И, конечно, когда сравнивая себя, родились в Москве, в хороших условиях, в хорошей школе, друзья и все такое. И вот тут и каждый так подумав о том, в каких условиях он вырос и что он принес, думаю, что каждый может сказать, да, я самый грешный человек на земле. Потому что из того, что мне было дано, вот плоды мои, увы, печальные. И вот тогда это содержание великого канона, оно вполне будет адекватно вот нашему состоянию, нашим достижениям. И примеры разбойника на кресте, примеры других кающихся людей могут для нас быть замечательно вдохновляющими, именно чтобы не быть раздавленными нашими грехами, нашим недостоинством, чтобы понимать, что если мы это осознаем, то Господь нас так же помилует, как Он миловал тех людей в Евангелии, которые действительно получили от Господа покаяние, исцеление, прощение. Вот давайте в этом направлении нашу мысль, нашу жизнь строить в оставшиеся дни поста, чтобы нам действительно вот этим смиренным сердцем, вот осознание той малости, которую мы еще так достигли, с этим идти за нашим Господом и благодарить Его, и радоваться тому спасению, тому воскресению, которым Он победил, вот грех мира, смерть вокруг. И приобщаться ей нашей внутренней жизни, и соответствовать, чтобы и наша жизнь в миром, общение с людьми были тоже достойными вот этого нашего спасения, нашего призвания. Аминь.